В первую очередь, впечатления от людей. Люди, находящиеся на таком уровне стресса и сохранившие такое доброе, сердечное внутри себя, дорогого стоят. Они имеют право на увековечивание в художественном образе. Ну и, помимо всего прочего, впечатления от самой Новороссии, от самих людей. Я приехал, кстати, я когда ехал, послал в социальных сетях, везу с собой зиму, шутил. Я приехал, зиму привез, ну не я, Господь все управляет, честно говоря, иной раз. Или там всякую ложь, которую охотно приедет. Я, они считают, что мы зомбирные. Я говорю, ребята, мы давно информацию не получаем от телевидения. Для нас Киселев, предположим, тот же самый, это больше эстетический объект. Нам нравится, когда он говорит про ядерный пепел, потому что это пугает американцев, которые обнаглели. На самом деле, ну, понятно, что это не так. Информацию получают из социальных сетей, из блогерских сетей, ну, из блогерских отчетов, из тысяч кабельных телевидений. То есть они имеют возможность, ну, вот у нас в России люди, смотреть каналы, что украинские, что русские, что испанские, что французские. У нас объективная информация. У них иллюзия, что мы зомбированы. И у них полная уверенность, что они правы, причем ничем мотивировать они этим не могут. У них за два дня поменялась риторика из интеллигентных киевских интеллигентов. Ну, они превратились в чудовищ, то есть вообще контакт потерялся. Я общаюсь так, проклятие, проклятие, проклятие. Сейчас лучше ситуация, сейчас проклятие, проклятие, чуть-чуть поговорили. Я надеюсь, в каком времени будет проклятие, чуть-чуть поговорили, обсудили, а может быть наступит тот счастливый момент, когда поговорили просто. Но у меня, как у человека верующего, ну, я человек-то довольно прагматичный, практичный, но я ничем это не могу объяснить, кроме какой-то бесовней. Ну, ощущение такое, можно наркоту еще объяснить, потому что, ну, не могут так люди меняться за одну секунду. Но у меня ощущение бесовского обуяния, что какой-то ритуал, либо, я не знаю, американцы какие-то опыты проводят психологические, там еще чего-то, потому что невозможно, чтобы в одночасье, базируясь на гордыне, просто на, ну, на несуществующем, на самом деле, люди превращаются в зверей и оправдывают любые зверства, не хотят видеть в упор происходящее зверство. От чего завелось-то? Вот поймем, ну, Крым, ладно, там, ну, понятно, гордыня, там, кто родину, каждый любит свою родину. Но когда произошла ситуация в Одессе, она прям поменяла людей, она как щелкнула что-то, то есть в головы перевернулись у всех. То есть это было совершенно точно, точка отсчета, было понятно, что это фашизм, что это враг, что это дьявол, что это надо уничтожить. Вот прям вот, я не вижу способа, вот, не вижу способа иного, кроме как искоренить это зло. Фашизм должен быть уничтожен. Ура!